Свиста тех наверх, большие и маленькие любители крупных калибров, с вами сегодня у Филипп Турямбыч, и в пятницу 19 ноября наконец-то стартовала долгожданная черная пятница в игре World of Warships. Что же вы сможете приобрести, что сможете получить бесплатно про новые корабли, которые вы сможете получить, а также про корабли, которые уже были на черную пятницу, в том числе очень редкие интересные корабли, я вам сейчас расскажу, ну а также расскажу про шанс дропа из контейнеров и про то, как можно гарантированно получить тот или иной прем, ну или вообще хотя бы какой-нибудь прем. Короче, смотрите внимательно, прожимайте лайк за своевременную информацию, откидывайтесь в своем кресле, ну и конечно подпишитесь на канал, прожмите колокольчик, если не успели. Поехали! Не удивляйтесь, если вы зайдете на Ру-сервер вот в ближайшее время, потому что сейчас на дворе у меня 2 часа ночи по Москве, и уже на азиатском сервере вся эта история стартанула. На Ру-сервере ее еще пока нет, я думаю, что она будет ближе к вечеру. Традиционно разрабы выкатывают новый контент где-то порядка 4-5 часов по Москве, поэтому вся эта история будет доступна, я думаю, примерно в это время. Ну, может быть, раньше, кто его знает. Итак, что же можно будет получить? Впервые, ну как впервые, ладно, не впервые, доступны 16, точнее 17 черных кораблей, которые вы сможете приобрести в том числе со скидкой. Сразу скажу, черные корабли не отличаются ничем от своих обычных аналогов, кроме того, что они продаются реально со скидоном. Здесь есть годные кораблики, которые мы сейчас с вами посмотрим, обсудим, какие из них наиболее годные, поэтому смотрите внимательно. Ну и впервые, что действительно происходит, продается акционный, не премиумный корабль 10 уровня «Ешина-Б». Это точная копия обычного Ешина, акционки за уголь, которые вы, собственно, никак, кроме как за уголь раньше купить не могли. Теперь, если у вас есть внушительная сумма в 30 тысяч практически дублонов, вы можете просто задонатить и сразу же получить себе десятку. Не первый раз разработчики продают десятки уже за голду, но прямо вот таким вот образом в составе именно Черной Пятницы десятка появляется впервые. Так, ее цена 35 тысяч дублонов, ну а здесь она будет стоить 29650. Учтите, что это не премиумный корабль, не премиумный, чтобы потом вы не купили и такой, о, а что купил десятку премиумный, не фармит. Не фармит, ребят, но имеет, в принципе, хороший коэффициент фарма. С прем-аккаунтом при хорошей игре в среднем корабль от уровня приносит 250-300 тысяч практически в среднем за каждый бой. Ну, бывает больше, бывает меньше. Это хороший фарм на уровне семерки-шестерки премиумного корабля. Ну, цена, соответственно, сами понимаете, тут значительно отличается от той же там семерки. Вот она стоит 6,5 тысяч, здесь 30 тысяч. Далее, что еще новенького появляется? Это Померн-Б, Луян-Б, Сайпан-Б и Дюнкерк-Б, по-моему, был уже. Ну, какой-то еще дополнительный корабль тоже появляется у нас. В общем, смысл в чем? Раньше были у нас новые контейнеры. Каждую черную пятницу здесь. Общий контейнер. Теперь из них падают все 16 кораблей. Подчеркиваю, 16. Дюнкерк-Б не падает, по утверждениям разработчиков, из ящика. Купить его можно только в последовательном наборе. Их здесь... Сколько у нас тут? 8 или 10? А тут они не посчитаешь. Ну, в общем, суть понятна, что вы можете покупать последовательные наборы. Стоят они... А 13 наборов, кстати, я так что-то... Вот. Стоят они разных денег, что самое интересное. Потому что сначала стоимость набора 99 голды. Потом 99,99. Потом уже 299, там 199, 399. Ну, и так далее, и тому подобное. В общем, постепенно все эта история дорожает. И вы сможете под конец уже купить себе Дюнкерк-Б. Ну, или за 599 в 12-м наборе вам падает 2 премиум-контейнера. Теперь очень важно именно про контейнеры. Смотрите, в чем их смысл. Значит, у премиум-нового контейнера 12% шанс дропа корабля. То есть, соответственно, один из 9 контейнеров должен дропнуть вам корабль. Ну, примерно так. Однако, если этого не произошло, то есть специальная хрень, которая работает следующим образом. Где-то здесь это написано. Ну, а вот, вот здесь вот, может быть, здесь... Короче, суть в том, что если вы купили 18 контейнеров, из них ничего не выпало, то 19 контейнер гарантированно приносит вам один из 16 кораблей, которые там должны храниться. То есть, вроде как бы 12% дропа, но на самом деле надо не 9, а 19 контейнеров, чтобы точно вам дропнулся корабль. Ну, такая, знаете, механика от Лесты. Далее. Очень важный момент. Если у вас есть все корабли из списка и из премиум-нового контейнера, пятница 2021. То есть, если у вас есть в наличии все не черные корабли, обычные и черные корабли, то вам единственное, что может выпасть, это 2500 дублонов. Не получится, грубо говоря, там фармить дублоны каким-то хитрым образом. То есть, если все корабли есть, все уже выпало, смысла дальше нету уже покупать ящики, потому что самая большая награда будет 2500 дублонов. Далее. Тут еще есть вот какая история. Значит, вы получите специальную боевую задачу, если сначала событие до 31 декабря будет выполнено одно из двух условий. Из контейнера выпадет корабль события, и у вас уже будет его стандартная версия, то есть, вам падает, допустим, черный атага, а обычный атага у вас уже есть, или же из контейнера вам выпадет корабль, и после этого вы станете владельцем стандартной версии. То есть, в любом случае, если у вас есть два корабля, черный и не черный, вы получите специальную боевую задачу, черная пятница 2021. В рамках боевой задачи пять побед случайных ранок и оперативных боев принесут вам дублоны. Ну, видимо, здесь зависит от того корабля, который вам будет выпадать, то есть, ну, наверное, от уровня. Какое-то количество дублонов вам будет, типа, компенсировано. Но, опять же, только при условии, если у вас в наличии есть оба корабля, и черный, и не черный. Ну, то есть, если вам выпадет корабль, не то, что у вас уже в наличии там есть черный тирпец, и вы тут купили еще обычный тирпец. Нет, ребят, если вам во время вот этого события выпадает корабль, только в этом случае вы получите возможность получить компенсацию. Ну, надеюсь, что как-то я вас в этом плане, с одной стороны, обрадовался, а с другой стороны, расстроил. Теперь второй контейнер, черная пятница, это обычный контейнер. Есть премиумный контейнер, это я вам сейчас про него рассказывал, там, где 12% шанс дропа. Ну, и обычный контейнер, черная пятница, из него тоже может выпасть все вот это вот прекрасное, замечательное, только немножко с другим шансом. 0,32%, то есть, в 50 раз меньше. Ну, да, подождите. Ну, короче, вы знаете мое отношение к математике. Ну, в общем, до хрена раз меньше, на порядок, прямо скажем. Вот, получить эти контейнеры вы сможете из последовательных наборов и, возможно, за какие-то боевые задачи. Ну, понятное дело, что шанс дропа значительно меньше, гораздо меньше. И, ну, вряд ли, конечно, вы получите корабль из этого контейнера. Хотя, везунчики существуют и рассказывают, что они, да, что-то нам падало, все нормально. Так, про это я рассказал. Теперь про корабли. И что есть интересного, на что стоит обратить внимание? По поводу Ешина, сразу скажу, если у вас есть деньги, вы можете купить себе премиум на десятку. Является ли Ешин имбовым кораблем? Нет, не является. Это неплохой корабль для игры в рандоме. На нем можно сжигать на дальних расстояниях, можно использовать ББшки. Но это не турнирный корабль, в первую очередь, это такой мега-зао. Вот, для рандома он будет ничего, для других режимов он особо не годится. Далее, Померн Б. Ну, это как обычный Померн. Напомню, что характеристики вообще не отличаются от обычных кораблей. По крайней мере, так должно быть, кроме, собственно, вот этого хитрого черного камуфляжа. Померн и сейчас продается. Ну, просто вы сможете купить его со скидкой 15%. Честно говоря, корабль средненький на нынешний момент. Хотя, после бафа ПМК, ну, где-то он в моем рейтинге на 4 из 10, в принципе, тянет. Сайпан Б. Это пустая трата денег. Сразу вам скажу, не вздумайте приобретать этот корабль. Он в текущих условиях абсолютно неиграбелен. У него малое количество самолетов. ПВО сейчас стало еще злее. И у него был... Важной мулькой его были штурмовики, которые сейчас особо не работают. Поэтому Сайпан Б это самое последнее, что вы можете купить в этом наборе. Не советую, не тратьте бабки. Лаян. Неплохой корабль. Имеет возможность контравражеских эсминцев. Но сам по себе достаточно с трудом, пожалуй, что их уничтожает. По той причине, что у него малое количество орудий. Слабенькие торпедки. Ну, и, в общем, он скорее для суппорта. То есть, для засветить, а не для уничтожить. Хотя, конечно, особо упорчатых товарищей может разобрать на ближней, средней дистанции. Есть гидроакустика, по-моему, почти 6-километровая. Так что, в принципе, с немцами он хорошо соперничает. Раньше, когда немцев не было, чувствовал себя вообще великолепно. Но потом с введением кучи всего, что на 8-м уровне начало эрлесить, гапить, он, в общем-то, немножко потерялся. Далее. Обратите внимание, друзья, звезда эфира. Давно уже выведен корабль из продажи. По-моему, не соврать, как минимум 2 года уже, наверное, не продается Жанбар. Но этот корабль действительно годный. Из того, что есть на 9-м уровне, пожалуй, вот из всего того, что сейчас продается, это лучший вариант. Он играется как и в противоминной сборке, так и в просто сборке на главный калибр. Это не то, что вот посмотрите, ой, да решелье там, нафига он нам нужен. Это не совсем решелье. У него есть быстрая перезарядка. У него есть ПМК лучше, чем у восьмерки и девятки. Что еще? Ну, в общем, там все корабли неплохо фармят, комфортно. И даже в нынешних условиях, после нерфа противоминного калибра, все еще достаточно неплохо из ПМК отбивается. Ну, и главный калибр тут очень даже ничего. Следующий вариант КГБ. КГБ из премиумных авианосцев. А если вы не знали, то на восьмом уровне самый большой коэффициент фарма имеют именно авианосцы. КГБ занимает второе место в моем личном рейтинге после Чкалова. КГБ играется хорошо. На ней фактически два вида самолетов. Это торпедоносцы, бомбардировщики, штурмовики. На ней практически не используются. Просто нет надобности в них. Имеет хороший потенциал в плане урона. Огромное количество самолетов. Они несколько медленные. Но Чкалов тоже не самый быстрый в этом плане. В общем, КГБ, если говорить про авиак для начинающего, так же, как и Чкалов, отлично зайдет. Ну, а для тех, кто уже разобрался более-менее в авиации, в принципе, КГБ норм. Далее. Козак Б. Если брать эсминцы восьмого уровня, это один из лучших представителей универсальных эсминцев. Шикарнейшая артиллерия, хорошие дымы, неплохие торпеды. Есть форсаж, что выгодно отличает его от остальной британской ветки. Но похилиться особо нет чем. Но, с другой стороны, при аккуратной игре, в принципе, проблем никаких нет. Плюс к тому, шикарнейшая маскировка в 5.5. Козак Б отлично зайдет как и новичкам, так и опытным игрокам World of Warships. Атланта Б. Ну, как и сама Атланта, сейчас в нынешнем рандоме мало актуально. Это геймплей постреляй из-за острова или получи ваншот. Если честно, корабль весьма для любителей. Кто любит такого плана геймплей, те наверняка разбираются, что такое Атланта, или уже его купили. Но если вам не нравится вот эта заплевывательская система, здесь нет дымов, поэтому придется играть от островов. Ну, вы наверняка знаете, о чем идет речь. Отдельно обращу ваше внимание, что скоро, может быть, ну, в ближайшие полгода даже меньше, выйдет ветка паназиатских крейсеров, которые будут значительно интереснее, чем та же Атланта. На седьмом уровне там прокачиваемый корабль. Пожалуй, всем интереснее, чем Атланты, кроме того, что он фармит немножко похуже. Поэтому Атланту покупать не советую. Следующий кораблик, Аляска-Б. Пожалуй, среди тяжелых крейсеров, один из, я говорил, среди больших крейсеров, один из лучших представителей. По комфорту, по орудиям, по ПВО. Есть РЛСК, есть ГАП, есть хорошие пушки, есть неплохая броня. Вот. Ну, конечно, сказать, что прям СуперМБА не сказал бы, но когда Аляска продавалась еще за свободный опыт, она была прям, ну, очень годной. Сейчас за свободку купить нечего. Если бы Аляску ввели, я бы вот рекомендовал именно ее. Если ставить ее по рейтингу моих премиумных кораблей, то это, наверное, где-то 8 из 10. Наверное, так. Если Жан Баррут из всей этой компании, это 10 из 10, то Аляска где-то 8 из 10 точно. Граф Цепелин-Б. Когда-то до нерфа штурмовиков Цепелин был очень хорош, но после занерфили штурмы, занерфили противоминный калибр для авианосцев, и, в принципе, стал он не особо интересен. Поэтому Цепелин сейчас похуже, чем Кага, и из этих всех трех премиумных авианосцев он, ну, раз, что немножко лучше, чем Сайпан. Вот, поэтому особо сейчас на него ориентироваться не стоит. Шармхорст-Б. Корабль, в принципе, неплох, но чем дальше, чем больше ухудшается его артиллерия, я подозреваю, что есть какие-то либо микронерфы, либо просто изменения механики. Если пушки раньше делали шикарные залпы, цитадели или крейсеры, давали хорошую дамагу по линкорам, сейчас всего этого уже нету. Ну, и корабль, в общем, если не брать главный калибр, чувствует себя неплохо. Но вот главный калибр здесь, к сожалению, подводит. И если вашу семерку, а эта семерка забрасывает против девяток, то там приходится переходить на фугасы, с потерей ДПСа, ну и так далее и тому подобное. В общем, сейчас Шармхорст это где-то 5 из 10 при покупке. Sims B это седьмой уровень. Пожалуй, не посоветую приобретать этот корабль на нынешний момент. Он, в принципе, и раньше никогда не был супер-пуперым бой. Но сейчас особенно на нем ничего интересного нету. Это большой засвет, это слабые торпеды, не особо выразительный главный калибр. В целом, не лучший представитель эсминцев на седьмом уровне. Есть и получше. Брать не советую. Что касается Массачусетса B. Ну, мы все с вами знаем эту болезненную историю, когда Массача просто взяли и отнерфили как следует. В общем-то, именно по этой причине, наверное, Массачусет сейчас не особо актуален. Ну, прям серьезно. Потому что у него нету такого разрушающего противминного калибра. А сам по себе главный калибр у Массача не является особо прям супер-пупер на своем уровне. Да, Массачусетс обладает хорошим показателем живучести, но, к сожалению, кроме этого, все остальное у него достаточно средненькое. Вроде неплохое ПВО, вроде неплохая живучесть, но пушки, а это то, что приносит именно фарм, оставляют здесь двоякие впечатления. Массачусетс сейчас тоже где-то на шестерочку из десяти примерно. Что касается Тирпица, здесь все немножко получше. Этот корабль неплохо себя чувствует среди линкоров восьмого уровня. К сожалению, восьмерки очень часто попадают на дно списка, но если вы попадаете с девятками, восьмерками, семерками, шестерками, там Тирпиц себя чувствует хорошо. Впечатляющая живучесть, неплохое вооружение, ПМК, все это позволяет ему реализовывать себя и иметь хороший фарм. Где-то семь из десяти, наверное, попугаев по туристическому рейтингу имеет на сегодняшний момент Тирпиц Б. Атага Б то же самое, что и обычная Атага. Замечательный крейсер девятого уровня. Лучше просто нету ни одного крейсера девятого уровня, чем Атага по универсальности. И пушки, и торпеды, и живучесть, и ПВО, и количество хитпоинтов. Все здесь на уровне. Все комфортно. Есть также хилка, что является редкостью для восьмого уровня. Поэтому Атага Б. Корабль интересный. Рассматривайте крейсер. Без вопросов берите Атага Б. Ну и последний, но не по значимости, великолепнейший эсминец Асашо-Б, обладающий супер-глубоководными торпедами, которые поражают только линкоры и авианосцы. Но пусть вас это не смущает, потому что поражает он их хорошо, уверенно и с большим вкусом. Также неплохой главный калибр. Есть отличный инвиз. Замечательно он себя чувствует. Даже самолеты его особо не ловят. Поэтому, если говорить про эсминцы, ну, если вы хотите получить по-настоящему интересный геймплей, любите незаметный геймплей, любите подкрадываться к противникам, Асашо-Б лучший выбор. Пожалуй, даже лучше, чем Козак. Ну, это мои личные впечатления. Что касается Дюнкерка, этот корабль годится только для игры против шестерок. Если его забрасывает на семерки и восьмерки, то он превращается в крейсер, который, надо сказать, не шибко хорош, потому что он, прямо скажем, медленный. Это его проблема. И проблема его клона, который перенесли на седьмой уровень, у него реально просто не хватает динамики для настоящего француза. Поэтому Дюнкерк я вам брать не посоветую, даже за две тысячи дублонов. Тем более, это вам еще понадобится задонатить на все-все-все, что можно. Фух. Ребят, надеюсь, что обзор был вам полезен. Прожмите лайкос, колокольчик. Сегодня увидимся с вами вечером на Стримчанском. Приходите, будет интересно. А с вами Турямбыч. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok